Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа Совет Директоров и ее ведущие Александр Тихонов и Татьяна Сорокина. Здравствуйте! Сегодня в гостях у нас Виктор Парахин, заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Защита Инфотранс». Виктор, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Виктор! Скажите, пожалуйста, Виктор, чем занимается предприятие «Защита Инфотранс»? «Защита Инфотранс» — федеральное государственное унитарное предприятие, как сказала Татьяна. Мы ведем свою историю с 1996 года, то есть этот 2016 год для нас юбилейный год, нам исполняется 20 лет. Мы были образованы еще Министерством путей сообщения, совместным решением МПС, тогда еще Государственной технической комиссии при президенте и Федеральной службе безопасности. И вот за эти 20 лет мы были образованы как институционный центр в области технической защиты информации и прошли большой путь. В 2009 году, 30 июня, нас передали в ведение Министерства транспорта Российской Федерации. И мы за эти 20 лет стали из аттестационного центра интегратором в области информационных технологий на транспорте. То есть вы трансформировались? Да. Вообще «Защита Инфотранс» переводится как «Защита информации на транспорте». И в нашей компании эта компетенция исторически очень сильно развита. Но невозможно заниматься защитой информации, информационной безопасности, не будучи специалистами в IT. И вот мы уже многие годы развиваем эти компетенции. Компетенции создания информационных систем, разработки информационных систем для крупных корпоративных заказчиков и государственных органов. Виктор, а вот вы сказали, что это расшифровывается или прочитать это название можно как «Защита информации на транспорте». А есть ли у этого аспект использования информации для защиты физической, для транспортной безопасности? То есть вы информацию защищаете или информацию используете, чтобы защищать безопасность на транспорте? Или, наверное, и то, и другое? Несмотря на то, что мы сильны в защите информации, все-таки основной доход сейчас – это создание информационных систем для органов транспортной отрасли, для государственных органов транспортной отрасли и корпоративных заказчиков, которые работают на транспорте. Еще одно направление у нас, вы, Татьяна, озвучили, такое словосочетание транспортной безопасности. То есть, да, есть уже сложившаяся отрасль обеспечения транспортной безопасности. То есть, есть закон о транспортной безопасности, федеральный закон номер 16. В соответствии с этим законом ведется работа в России по обеспечению транспортной безопасности. Защита Инфотранс тоже оказывает такого рода услуги. Мы предприятие, которое аккредитовано для предоставления таких услуг на всех видах транспорта. То есть мы аккредитованы всеми агентствами по видам транспорта. Но это с точки зрения именно IT-компоненты, которые в безопасности? В том числе, да. То есть это не физические охранники или, я не знаю, что-то, может быть, и прощаю. Это не ваш, наверное, профиль. Комплекс услуг по обеспечению транспортной безопасности, он достаточно широкий. Специализированные организации оказывают прежде всего услуги по оценке уязвимости. Это некий аудит обеспечения безопасности, разработки планов обеспечения транспортной безопасности, разработки проектов по системам обеспечения транспортной безопасности и внедрению этих систем на транспорте. Но все-таки мы интегратор в области информационных систем прежде всего. То есть основной доход. Расскажите о каком-нибудь интересном, большом проекте, сейчас очень популярное слово, инновации, инновационном проекте. У вас возможности наверняка большие, история у вас большая. Проект, который принес какую-то пользу вашим заказчикам. Да, Александр, у нас есть такие проекты. Причем за 20 лет, конечно, накопилось огромный полпроектов. Там их несколько сотен для нескольких десятков заказчиков. Есть проекты, которыми мы гордимся, которые отмечены и отраслевыми премиями, и национальными. Например. Да. Например, есть такой проект в пуле проекта «Защита инфотранс», в портфеле проектов «Защита инфотранс» — это проект создания системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте. Я два слова о нем скажу сейчас. В 2010-2013 годах в России реализовывался комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Назывался этот комплекс программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте». Одним из направлений этой программы было создание системы информационного обеспечения, задачей которой входила интеграция информационных ресурсов, органов исполнительной власти в единое защищенное информационное пространство. «Защита инфотранс» является по распоряжению президента единственным исполнителем по созданию этой системы и обеспечением дальнейшего функционирования ее. И это на самом деле не одна система, а комплекс систем. Мы выполнили несколько проектов, направленных на создание такой системы. Прежде всего, это проект по созданию единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. Звучит очень сложно. Да, очень сложно. Что конкретно делает система? Что конкретно делает система? На самом деле, все очень просто. Она состоит из двух подсистем. Подсистема, которая обеспечивает информатизацию, автоматизирует деятельность агентств, Министерство транспорта и Ространснадзора в области транспортной безопасности. И вторая подсистема, она достаточно часто за последние годы фигурировала в средствах массовой информации. Это автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров. Зачем? Задача этой подсистемы – сбор персональных данных пассажиров, которые передвигаются по международным маршрутам, межрегиональным маршрутам, на всех видах транспорта. То есть, проще говоря, если вы покупаете билет с использованием паспорта, то есть предъявляете свои персональные данные при покупке билета, то перевозчик или другой субъект транспортной инфраструктуры, например, аэропорт, где вы проходите регистрацию, обязан передать персональные данные пассажира к нам в систему. Сбор осуществляется в интересах обеспечения транспортной безопасности. И на данный момент к нам в систему передают данные перевозчики со всего мира, то есть это приблизительно 200 авиакомпаний, 100 зарубежных, около сотни наших. Простите, перебью, они передают данные исключительно о российских пассажирах? Нет, не только. Во-первых, передаются данные как пассажиров, так и персонала транспортных средств, то есть членов экипажа, по всем маршрутам, которые осуществляются в Россию, из России, над России, то есть транзитные тоже. А даже над России? Да, так и внутри России, между регионами. А эта информация, когда к вам приходит, она уже только у вас остается, да? Или есть какое-то сотрудничество в этой сфере, какой-то обмен? Система создавалась не только в интересах Министерства транспорта, но прежде всего Федеральной службы безопасности и МВД. То есть потребителями являются вот эти два органа исполнительной власти. Виктор, расскажите, какие интересные проекты в будущем можно ожидать? Как-то смещаются, не знаю, какие-то новые задачи в связи с какими-то изменениями в нашей жизни и в сфере безопасности в особенности? Система развивается, прежде всего развивается как единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности. В этом направлении у нас очень много работы в будущем, потому что выходит новая нормативка в области транспортной безопасности. Вот, например, одна из таких систем, которые в будущем, мы надеемся, будут внедрены, она нами уже разработана, это система сбора информации с систем безопасности транспортных объектов. То есть задача собрать с каждого объекта транспортной инфраструктуры информацию с различных систем безопасности, прежде всего видеонаблюдения, систем контроля управления доступом и других систем безопасности, и обеспечить доступ к этой информации заинтересованных органов исполнительной власти, прежде всего Ространснадзора, МВД, ФСБ. А объекты – это вокзалы, станции или там, я не знаю, поезда тоже, самолеты? Да, ну прежде всего это, конечно, объекты физические вокзалы, как вы сказали, Татьяна, аэропорты, станции, автовокзалы, это прежде всего. Но есть в новом нормативном обеспечении, которое буквально, я думаю, в этом году выйдет, требование сбора информации, в том числе и с транспортных средств, перевозящих пассажиров. Это будет видеоинформация? В том числе и видеоинформация, да. Допустим, в требованиях по безопасности для воздушного транспорта требование сбора информации с воздушных судов. Технологически реально с видеокамеры, получив фотографию или видеозапись человека, идентифицировать его, найти в социальных сетях? Ну, наверное, вопрос этот больше к спецслужбам. Мы все-таки занимаемся сбором информации и дальше передачей ее, в том числе и спецслужбам ФСБ, МВД, в чьи задачи это входит. Но технологически сейчас как видео, так и аналитические системы позволяют осуществлять сбор информации и поиск, быстрый поиск, в том числе по фотографиям и по видеоинформации. Хорошо, Виктор, спасибо. Дорогие друзья, мы прервемся в небольшую паузу. С вами программа «Совет директоров». Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, с вами программа «Совет директоров» и ее ведущие Александр Тихонов и Татьяна Сорокина. Напомню вам, что у нас сегодня в гостях Виктор Парахин, заместитель генерального директора в ГУП «Защита инфотранс». Виктор, скажите, международные компании, международные предприятия занимаются тем же самым, собирают статистику, собирают информацию по пассажиропотоку? Собирают информацию прежде всего государство, то есть это задача государства, сбор информации о персональных данных пассажиров. И Россия здесь не новатор. Первыми были Соединенные Штаты Америки в 1986 году. Была сделана подобная система у них. Они начали работать над созданием такой системы. Далее Австралия в 1995 году. А сейчас подобные системы есть у 30 государств. Скажите, а почему мы так поздно, 20 лет, спустя, в 1986 году в Соединенных Штатах Америки, а мы в каком году начали? В 1996 году. На самом деле существовали подобные системы в России. Задача с 2010 года решалась создать централизованную систему. Просто спецслужбы решали каждое по отдельности. И работало с каждым перевозчиком отдельно. Не было единого стандарта, которому нужно было каждому перевозчику сбросить данные о пассажире в единую систему. Из этой единой системы получать доступ уже ФСБ и МВД. Ну а с точки зрения вот этого международного опыта и тех практик, которые явно начали развиваться в международном сообществе раньше, чем у нас. Ну и как вы сказали, мы не новатор. Ну как вы себя сейчас ощущаете с точки зрения наших знаний, умений, разработок, использования лучшего опыта, который есть за границей? Какое-то сотрудничество, возможно, существует между государствами или между такими же предприятиями, как ваши? Конечно, мы смотрели, что происходит за рубежом в этом направлении. Хочу сказать, что Соединенные Штаты, что другие государства работают уже несколько, практически десятилетий над этой темой. Но функционально в России система не менее, а может быть, более развита. То есть она комплексная. К примеру, есть в Соединенных Штатах SecureFly, подобная система, но она работает только для авиации. Отличие нашей системы, что мы работаем по всем видам транспорта. То есть это и железнодорожный транспорт, автомобильные перевозки, морской и речной. А у нас есть автомобильные перевозки, где я с паспортом что-то делаю? Все перевозки, автобусные перевозки, которые осуществляются между регионами. Допустим, вы едете, к примеру, из Москвы в Тулу на автобусе, то вы покупаете билет по паспорту. Так же, как железнодорожный транспорт. Это если автобус более или менее у понятного перевозчика. Есть же не очень такие понятные. Татьяна, есть такое понятие, серые перевозчики, которые осуществляют перевозку по незарегистрированным маршрутам. Они сами незарегистрированы как перевозчики. Это отдельная тема и отдельная головная боль. А водный транспорт? Транспорт на безопасность. Водный транспорт также осуществляется. У нас такая сеть рек в России, что водный транспорт достаточно развит и осуществляются перевозки. Он тоже часть этого всего. Да, да. Понятно. Виктор, а расскажите, такой у нас интересный вопрос по поводу импортозамещения, по поводу технологий, которые вы используете для создания системы. Сейчас в нашей стране активный тренд идет на использование российского локального программного испечения, а замещение иностранного. Расскажите, что вы используете как государственное предприятие? Как-то на вас сказывается этот тренд. Как-то сказывается. И вообще реально ли это? Есть ли в нашей стране программы испечения, которые можно использовать для создания таких сложных систем? На момент создания системы мы создавали ее всего 2,5 года. То есть это очень короткий срок. Не стояла задача внедрять систему только на российском программном обеспечении. Это, конечно, был приоритет. Но в то же время стояла задача быстрого внедрения, использовать лучший мировой опыт и лучшие системы. И система, как сейчас она есть, естественно, она работает на импортном программном обеспечении и импортном железе. Но задача полуимпортного замещения, конечно, состоит. Это государственная система. И прежде всего задача замещения программного обеспечения. Министерство транспорта, которому принадлежит эта система, ставит задачу по замещению программного обеспечения. А это реально? Есть на что замещать? Когда мы проводим исследования, есть, прежде всего, обеспечивающие системы, конечно, не те, которые в продакшн, а те, которые обеспечивают функционирование. Прежде всего, это программное обеспечение, которое работает на систему обслуживания, как ЕГИС УТБ, Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, так и других. То есть, прежде всего, смотрим на СУБД, на открытом коде программное обеспечение. Что касается оборудования, тут сложнее. То есть, нет у нас еще четкого мнения, что можно заменить какие-то подсистемы оборудованием, которое произведено на территории России или хотя бы собранным. Ну, а что касается СУБД, например, не будет это выглядеть о том, что в эти два с половиной года внедряли на иностранном программное обеспечение. Теперь, значит, в рамках новой политики нашего государства вы еще два с половиной года на государственные деньги будете делать все то же самое, потеряете время, деньги. Есть ли в этом смысл? Ну, смысл определяет, прежде всего, заказчик. Готов он менять импортное программное обеспечение на российское. И он просчитывает, с одной стороны, риски, а с другой стороны, затраты. То есть, это, конечно, в компетенции заказчика. Мы, как исполнитель, говорим, что это возможно сделать. Вот и сколько это будет приблизительно стоить. Какой порядок? Я вас уверяю, что это, с точки зрения стоимости, это в разы меньше, чем импортное программное обеспечение. А по времени? По времени это, конечно, сопоставимо с разработкой и внедрением, как обычно. В общем, мы не волшебники. Но главное сделано. То есть, есть регламенты работы системы, есть структура базы данных, которую, в принципе, можно перепроектировать уже. Мы понимаем, как она работает. Есть какой-то понятный скелет, и какие-то части вы можете поэтапно, возможно, импортозамещать или что-то дорабатывать, разрабатывать. И так вот слышится из ваших слов, что с точки зрения программного обеспечения, перспектив и надежд в этом смысле на локальное программное обеспечение больше. Видимо, все-таки у нас там, я не знаю, есть какая-то экспертиза, мозги, в конце концов, да, специалисты с образованием, которые могут это сделать. Тогда как с железной частью сложнее, потому что это все-таки серьезное производство с обеспечением определенного уровня качества. И, наверное, здесь пока меньшая готовность, суть по всему, да? Ну да, Татьяна, вы практически сами ответили на вопрос, почему программное обеспечение в первую очередь будет меняться, а не железо. Но в то же время мы смотрим тоже и на оборудование, прежде всего на систему хранения. На российские? Да, у нас есть разработчики, часть подсистем, особенно критичных, которые влияют на производительность, на функционирование, мы оставляем за собой и разрабатываем сами. Ну, к примеру, при внедрении, чтобы объем собственных работ был понятен, при внедрении системы 60% работы выполнялась сотрудниками, да, своими силами, сотрудниками защиты инфотранса. А сколько человек работает? Ну, у нас три филиала, то есть, мы, центральный офис у нас в Москве, самый восточный филиал в Хабаровске, самый западный в Санкт-Петербурге, есть филиал в Екатеринбурге, в центральном офисе около 100 человек, всего около 300. А задача вот этих филиалов, то есть, есть какой-то технологический смысл в том, чтобы были вот такие, какие-то точки по всей территории, можно сказать? Да, прежде всего, мы работаем по всей России по направлению обеспеченной транспортной безопасности, то есть, оценка уязвимости, разработка планов обеспеченной транспортной безопасности. И поэтому, естественно, чем ближе к клиенту, а транспорт, да, в России работает по всей стране. Да, масштабная история, поэтому, естественно, ближе к заказчику, тем эффективнее. Виктор, сейчас в связи с девальвацией рубля стоимость российских ресурсов стала очень конкурентной в мире. Мы хорошо теперь конкурируем и с индусами, и с китайцами, и с белорусами. Есть ли у вас такие планы использования ваших практик, ваших наработок, ваших людей за рубежом? Нет, планов у нас таких нет. В общем-то, я с вами согласен, Александр, что наши специалисты не хуже, а теперь уже и дешевле, чем импортные. И тем более, что часть западных специалистов – это те же наши специалисты, которые когда-то уехали и передают свои компетенции теперь молодым уже специалистам на Западе. Но, тем не менее, у нас таких планов нет, потому что на данный момент мы видим перспективы в России, в тех государственных проектах, которые сейчас развиваются. Несмотря на то, что рынок больше сжимается вокруг проектов для государства, здесь защита Инфотранс имеет конкурентное преимущество, прежде всего, как ГУП и как предприятие, которое имеет 20-летнюю историю работы с государственными заказчиками. Основной задачей данной системы – это повысить безопасность пассажиропотока. Правильно? Безопасность людей. Людей. Людей, не грузов, а именно людей. Прежде всего, естественно, создается система для обеспечения безопасности пассажиров. Как оценивается эффективность? Эффективность оценивает государство. Но я хотел бы сказать, что есть такие данные, что с использованием этой системы было выявлено около, ну, там, несколько тысяч человек, которые находятся в розыске. И прежде всего, у нас система нацелена на повышение антитеррористической защищенности на транспорте. Поэтому, я думаю, что если даже несколько человек обнаружено… Это важно. Да, это важно. Это важно. Да, обнаружено несколько тысяч. Виктор, спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, с вами была программа «Совет директоров». В гостях у нас был Виктор Парахин, ее ведущие Татьяна Сорокина и Александр Тихонов. До свидания.